Продолжается чемпионат Европы по мотоболу 2017 года. Сборная России закончила круговые встречи. Результаты игр мы узнаем у нашего корреспондента Елены Бабиной. Елена, мы уже рассказывали телезрителям об играх России с командами Голландии и Германии, а как сложилась ситуация с другими соперниками. Добрый вечер, Максим. Расскажу про игру с белорусской сборной. Россияне повели в счете с первой минуты матча. Забил гол Иван Крештопа. Далее пробил удачный штрафной Сергей Крошко. Во втором периоде два мяча ворота соперников закатил капитан команды Владимир Сосницкий. А в третьем отличился Антон Гусев. Заключительный период запомнился отраженным пенальти. Спас команду вратарь из Ставропольского края Алексей Молодушка. Итог встречи 5-0. А как россияне сыграли со сборной Украины? С Украины мы также сыграли в сухую, но уже со счетом 9-0. Три гола записал на свой счет Геннадий Мэц и по два Никита Семин, Анатолий Касьянов и Антон Гусев. А как прошла встреча с хозяевами чемпионата с французской командой? Матч с хозяевами стал одним из самых сложных. Они изначально повели в счете и россиянам приходилось выступать в роли догоняющих. Только к концу второго периода наши спортсмены смогли сравнять счеты, даже выйти в лидеры. Первым забил Роман Дицина, затем два гола мы увидели в исполнении Сергея Крошки. И личный разрыв Владимир Сосницкий и Антон Гусев. Французы тоже метко пробивали по нашим воротам. И если бы не отличная игра вратаря сборной Алексея Семенова, то итоговый счет встречи 5-4 был бы намного больше, да и не в нашу пользу. Но спортивная удача была на стороне россиян. И команда вышла в полуфинал, находясь на первом месте турнирной таблицы. Лена, расскажи, а с кем нам предстоит встретиться в полуфинале? По регламенту полуфиналы проходят по следующим схемам. Между собой встречаются команды, занявшие второе и третье место, а затем команды с первого и четвертого места. Нашими соперниками стали немцы. Именно они попали на четвертую позицию после круговых встреч. Нас ждет интересная борьба. Пожелаем удачи спортсменам страны. Удачи, держим кулачки за метаболистов сборной России и ждем с победой.